Зеркало хозяйки. Лето. Летний лагерь. Друзья, которые в который раз приехали на этот курорт. Из-за этого же им было скучно. Маша, Катя, Саша и Серёжа поселились и решили пойти познакомиться с другими ребятами. Они зашли в первую комнату, вторую, пятую. Так они обошли весь корпус. К вечеру они уже знали весь отряд и даже прогулялись по территории. Оказывается, они никогда не замечали, что около лагеря есть заброшенный дом. Он был не очень старый, да и не такой и разваленный. Такое ощущение, что с него только год как уехали люди. Ребята хотели перелезть в забор, который, к слову, был не очень высоким, но их уже звали на ужин. Естественно, нарушать правила в первый день не хотелось. После ужина все должны были пойти по комнатам, но Катя и Саша были против. Они настаивали на своём, но уж очень хотелось пойти в тот дом. Их было невозможно переспорить, поэтому Маша и Серёжа согласились. Они решили пойти в три часа ночи, когда все будут спать. Три часа ночи Катя с Сашей так и не ложились. Всё время разговаривали о доме. Кто, где и как его бросил и почему. Они решили подождать ещё немного и пошли будить Машу с Серёжей. Где-то в 3.20 они уже вышли. Маша внимательно следила, чтобы никого не было. Саша и Серёжа шли впереди девочек, чтобы, если что, отмазать или вмазать. Спустя ещё минут 10-15 они дошли до того самого места. Пятый раз Маша пыталась отговорить подругу, но ей было, видимо, всё равно. Ещё минут 5 они лезли через забор. Долгое время они сидели и смотрели на двухэтажный особняк. Через 2 минуты они уже разглядывали первый этаж. Внутри дом выглядел старо. Стены облезлые, а пол скрипит. Ребятам это напомнило фильм ужасов, но не хватает только призраков и трупов. Как только Маша сказала это вслух, так они сразу увидели зеркало. Оно выглядело так, как будто его только поставили. Новенькое-новенькое. Ребята начали корчить смешные рожи. Только Маша сидела сбоку этого всего. Ей показалось это неприятным. Через несколько минут друзья начали просить её присоединиться. Мол, это весело. Маша согласилась. Ей стало неудобно, что её так умоляют. Она стала и скорчила одну-две рожи. И тут она закричала. Ребята не поняли, что случилось. Они подошли к зеркалу и окаменели от ужаса. Сзади них был труп. Он был без нижних конечностей. А кишки свисали прямо с его бледного тела. Глаза были стеклянными. Они смотрели прямо на неё. Маша просто стояла. Её как будто парализовало. Конечности не двигались. Она смотрела на мужчину, который лежал на полу. В один момент он вздрогнул. Его пальцы начали шевелиться, а руки подниматься. Он начал ползти к девочке. Его кожа начала слазить. На полу оставались прямо куски отмершей кожи. Маша начала кричать, но сделать шаг не могла. Ребята начали дёргать её. Но ничего не получалось. Он уже был у ноги Маши. Тут Серёжа просто прыгнул на неё. После они подняли Машу и побежали наверх в надежде, что труп мужчины не поднимется на второй этаж. Как бы глупо и странно это не звучало. Они забежали в первую попавшуюся комнату и закрыли её. Это была детская комната. Там стояли всякие рисунки и фотоальбомы. Ребята начали присматриваться. Рисунки были достаточно странные. А про фотографии сложно что-то не сказать. На них похороны и трупы. Сзади были какие-то даты и ещё имена и фамилии. На рисунках были убийства. Кровь, ножи. Они начали искать что-то ещё. Около штор было что-то из мрамора. Они решили посмотреть. Отрывая её, они увидели зеркало. В нём отражался тот мужчина. Но теперь он был сразу у ноги Маши. Он схватил её и уперся своими гнилыми когтями в её кожу. У неё потекла стройя крови. За ней вторая и третья. А четвёртая объединила все предыдущие. В последующие мгновения Маша упала от болевого шока. А потом это чудовище начало отрывать её конечности. Маша начала гнить заживо. Кожа начала просто слазить, оставляя после себя мышцы и мясо. А дальше кости, череп и остатки всего перечисленного выше. Ребята попытались открыть окно. Но всё бесполезно. Следующим должен был быть Саша, потому что труп направился к нему. Он начал прыгать и бегать. Старался не смотреть и не быть в рамках зеркала. А Кадя с Серёжей пытались открыть окно. После минуты попыток открыть окно, они решили выбить его. Серёжа локтем пытался сделать это. А в это время я пыталась вытянуть Сашу. Он уже был на волосинке от смерти. И я понимала, что следующий могу быть я. На следующий день. Здравствуйте. Вы директор этого лагеря. Доброе утро. Я Полина Селезнёва, директор этого лагеря. Я майор Петрикин. Вы же знаете, что трое ваших воспитанников найдены мёртвые в том доме? Нет? Это шутка. Вы шутите? Не смешно. Полина Сергеевна. Значит, Полина Сергеевна, сегодня Сергей Зверев доложил нам эту новость. Именно из-за этого мы вынуждены отправить всех детей по домам. И до выяснения обстоятельств вы будете находиться за решёткой. И вы мне всё расскажете о вашем лагере. После этого случая в этом лагере никто не отдыхал. А тот дом снесли. Ходят слухи, что в том доме когда-то жила семья серийных убийц. И однажды их должна была накрыть полиция. Из-за этого жена убила своих детей и мужа. И уехала из страны. Известно, что она нашла нового мужа и начала жить новой жизнью. Она ходила в церковь. Отмаливалась. Но никто не знает, что с ней произошло дальше. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok